Без пика перолёту залежит не только от пилотов и справности самолёта. Шмату складенная на плечи авиадиспетчеров, як никто, гэта ведая Виктор Дробышевский. С выбором профессии он вызначился ясно в детстве. И место авиадиспетчера стало для его карьерным стартом. Сегодня он уже улику керамнику поветранной службы. У гэта сфера маль 40 годов. За гэтый час, каже, было немало неординарных и экстренных выпадков. Первое, когда мое чувство было такое, когда попал в стрессовую ситуацию, было вот как холодный душ. Потому что тебя окатили в холодную воду и язык анемел. Потому что только сюда нужно было что-то говорить. Потом, когда входишь, начинаешь работать. И это уже начинается твоя обычная работа. И вот такая стрессовая ситуация, но её нужно просто перебороть. Это приходит с опытом. Виктор Михайлович каже о роман таки, у гэты исправе не ашмат. Замест прыхажостя у неба шэрый экран. А замест самолёта у жёлтые кропки. У дадаток вели зарная отказность. Но миновито она даёт право этим людям отшивать значность своей працы. У сего гомельским филиале «Белая аэронавигация» сегодня працуют 23 авиадиспетчеры. Службу несут круглосуточно. Яну и зрозумела, гомельский аэропорт з'является запасным. В экстренных выпадках при несприяльных умовах на дворе самолёты здясняют посадку миновито тут. Да речи, гэты аэропорт лечится другим по величине пасля национального у Минску. В этом году у нас можно было вылететь в Черногорию, остров Теват, и Болгарию, город Бургас. В следующем году посмотрим, как национальная авиакомпания «Белая» решит вопрос с туроператором. И, естественно, будут формироваться рейсы на следующий год. Да речи, завтра тут отзначит с тысяч на в этом году полёт. В уголе сёлите их выконано у два с половой разы больше, чем у минулого года. Выконывались чартерные туристичные рейсы, вахтовые и полёты бизнес-авиации. В пользу слушаях хотел бы поздравить всех диспетчеров, которые сегодня у нас работают, те, которые работали когда-то с этим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, Телередо, компания «Гомель».